всем привет начинаем сегодня наш влог сегодня у нас 9 августа опять пошли гулять на улице никого нет почему-то погодка хорошая нас не жарко ночью прошел дождик вот теперь такая вот погодка ветерок правда есть но не такой как вчера сильный надо мы поворачиваем тропинку что у тебя там в корзинке ты прям здесь рисовать пошли на площадку там будешь рисовать у нас там подружки ждут так мы с собой взяли на всякий случай такой вот жилеточку если будем допоздна сидеть и опять нашу любимую бутылочку фаберлик попить и куська уже знает куда идти припустилась вот такие вот дела люблю когда на улице немножко ветерочек есть и не жарко сейчас пойдем я буду как всегда на лавочке сидеть куська будет играть и куська у нас в леггинсах вот таких вот фаберлик очень классные такие штанишечки нам они очень нравятся да а я вот вот эйвон который я во вчерашнем влоге говорила это чайки 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 и так мы уже давно дома на улице ничего не снимала потому что ничего там такого интересненького не было в общем то гуляли детишки на площадке мы с подружкой сидели на лавочке сегодня как-то очень быстро прошел день на улице прохладненько и вот я решила на ночь глядя покушать дыньку нарезала дыньку вот такой вот аппетитненькую и сейчас мы на ночь глядя скушаем еще у нас арбузик лежит новенький совсем вот там вот такой вот пузик нам на запасе кем потом в следующий раз его покушаем но какой-то короткий получается поэтому я решила снять вам сейчас в конце вот эти вот две косметички я спрашивала хотите ли вы обзор на мои средства для маникюра в общем то инструменты я сниму сейчас во влоге их вам покажу и еще хочу показать вот такую вот косметичку здесь у меня аксессуары для волос лежат тут не все конечно мои принадлежности я сейчас делаю уборочку раскладываю все по косметичкам и вот что пока нашла прибрала сложила вот такие вот две косметички от эйва чьи ручки уже дыньку щипли перекусочек садись на стульчик рядышком в общем вот такие вот у нас делишки сейчас покушаем и сниму косметички вкусно сочно и аппетитненько ням 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 какая дынька все капает дынька очень сладкая в этот раз попалась наш папа купил нам самую большую торпеду она такая вкусная сочная м-м-м-м чем мой кара azin تقي عند texture каждому по два кусочка да итак давайте начнем смотреть косметички начнем с первой косметички который лежит сверху, здесь у меня аксессуары для волос находятся, очень удобные вот эти вот иванские такие косметички-органайзеры, я бы сказала, они прозрачные, здесь все видно, в то же время они очень-очень толстые, плотные, они держат свою форму, здесь вот логотип даже идет и красивое сочетание цветов, и мне очень нравится, как они открываются, вот так, видите, полностью, как будто крышечка открывается, и все легко в доступности находится, в общем-то, в первую я положила вот такие вот свои аксессуарчики, здесь у меня лежит недавняя моя покупочка от Эйва, это вот такой вот бубончик, как называется, для волос, чтобы делать пучки на голове, я уже на Викуське протестировала, очень понравилось, кстати, получилось все прямо, как и должно быть, поэтому хорошая штучка мне понравилась. Следующее, что здесь лежит, это вот такие вот резиночки, это от Арифлейм, еще вот такая вот здесь есть заколочка, бантик, по-моему, была коллекция, полька называлась, очень красивые такие резиночки в горошке, вот такая мятная, приятного цвета, беленькая, такой вот нежный бантик красивенький, вот такие вот красотульки. Дальше расчесочка от Арифлейм, гребешок деревянный, очень люблю деревянные натуральные расчески, в общем, вот такую вот тоже, конечно же, заказала себе. Так, еще у меня из расчесок вот Арифлейм, также вот такая вот расчесочка очень мелкая, здесь мне нравится ручка, вот эта вот очень плотная, твердая, острый кончик, можно делать различные проборы себе, в общем-то, для причесок красивых незаменимая вещь. Еще из расчесок у меня вот такие вот две расчесочки, это открытая уже, и еще одна новенькая в запасе, как лежит, это от Эйвен, я заказывала, очень удобно с собой брать в ванну, куда-нибудь мыться, потому что они такие пластмассовые и хорошо моются, и удобны в использовании. Еще обычная вот такая вот серенькая, очень старенькая расчесочка. Так, тут вот такие зажимы для волос, это у меня обычные, и еще от Эдванс Техникус, вот Эйвен, вот такие вот два тоже зажима, они все очень похожие, просто эти вот с логотипами, эти без, и вот эти вот матовые, а эти вот глянцевые. Еще у меня есть вот такой вот ободок очень красивенький, это от Эйвен, он такой весь золотистый, блестит, но он очень неудобный какой-то в использовании, поэтому я его пока не ношу. Вот эти вот листочки, они цепляются в волосы, и потом с головы очень трудно его отодрать. Не знаю, может быть пригодится, может Викуське делать какие-нибудь прически со временем, посмотрим. Вот такая вот детская расчесочка также есть, это от Эйвен, заказывали тоже Викуське, но как-то здесь вот такие вот зубчики толстенькие, не совсем расчесывается, но если вот в ванную куда-то брать, поиграть, может быть куклу какую-нибудь причесать во время мытья, то пойдет. Также вот такой крабик лежит, очень красивенький, еще у меня должны быть где-то другие крабики, я их пока не нашла. Так, следующее это вот такой вот тоже крабик, цветочек, очень красивый тоже. Вот, вот такая вот заколочка, тоже красивая, очень бусины здесь различные, блестит, все переливается, красота. Здесь детские маленькие крабики, Кузькины, такие вот малюсенькие. Дальше вот такая вот красивая заколочка, очень много блесток, посмотрите, прям сияет, очень она мне нравится, красиво оформить причесочку можно с помощью нее. И остались у меня здесь вот такие вот резиночки пружинистые, вот эти мы в количестве 6 штук были в наборе, покупали совсем недавно, пятерочки, они такие неоновые, яркие, очень-очень классные. Мне нравится, что они толстые, хорошо себя ведут, обратно очень быстро складываются после растягивания, в общем, очень классные. А вот это вот, она уже другого качества, это моя самая первая резинка, я ее еще покупала в ларке, я помню, в каком-то, когда еще только мода на них пошла. В общем-то, она мне не очень нравится, она была прозрачной, но сейчас, видите, она немножко пожелтела уже как-то. И ее очень долго обратно вот в такое вот маленькое состояние привозить. После того, как снимается она с головы, она вот такая вся длинная, некрасивая и очень долго она вот скукоживается. Поэтому вот этим я больше предпочтение свое отдаем. Так, и что еще тут? Вот такие вот две заколочки от Эйвен, бабочки очень красивые. Тоже, видите, блестящие такие сияют. Красотулечки. Так, навику собирай, все сюда складывай пока. Я буду показывать вам вот эту вот косметичку. С аксессуарами для маникюра. Очень нравится мне эта моя косметичка. Здесь все удобненько так лежит, все видно, все легко брать. Как только я иду делать маникюрчик, я просто беру вот эту косметичку, сажусь, и у меня здесь все под рукой находится рядышком. Осталось только здесь ватные диски для снятия лака доложить, потому что у меня уже закончилось почти. Вот один остался буквально. Так, давайте начнем вот с этого. Здесь вот такие вот спонжики. Я их покупала в Эйвене. Честно говоря, не знаю для чего. Они для лица, либо для маникюра. Но я вот изначально как для лица их брала. Но они очень такие резиновые, не впитывающие. Как-то для лица они не пошли, поэтому они у меня долго лежали. Но как-то на страницах каталога я увидела, что их используют для маникюра. Можно лак, в общем-то, когда наносишь, смешивать два цвета. Как-то как промокашки такие использовать. Поэтому я решила, что они у меня будут в этой коробочке лежать. Может быть и пригодятся. Так, дальше. Следующая. Вот такая вот пилочка. Очень хорошенькая. Она как бы такая гладенькая идет. В общем, как полирующая в большей степени. И здесь вот жесткая, шершавая сторона с цветочками. Очень такой красивый девчачий вид. И еще вот такая вот пилочка. Это вроде бы как была в Арифлейме. А вот это вот в Фоберлике вроде как была. А нет, наоборот. Вот это Арифлейм, это Фоберлик. В общем-то, вот в двух компаниях я покупала. А вот это уже она полностью гладкая, полирующая. В общем, вот такая вот пилочка. Следующее, что у меня здесь есть, это моя недавняя покупка. Вот такие вот блестки. Заказывала в Эйвоне по распродаже. Такие вот сердечки красивенькие. Еще пока не испробовала, маникюрчик с ними не делала. Но обязательно попробую и как-нибудь вам покажу, что у меня получилось. Очень дешево я их заказала, поэтому пусть лежат пока. Еще у меня вот такие вот есть от Эйвон различные для маникюрчика. Всякие блестюшечки. Вот камушки. Так, вот такая вот штучка. Очень давнишняя. Тоже лежит здесь. Еще вот от Эйвона у меня вот такое вот средство есть для ногтей. Тут не написано, что это, поэтому я так не помню. Что-то вроде для укрепления. По-моему, ушло оно как. В общем-то, редко я им пользуюсь. После него нужно обязательно ручки помыть, потому что если нанесете лак поверх него, то лак слезет через некоторое время. Оно как масло покрывает ногтем. В общем, уход такой идет. Еще недавняя покупочка. Это вот такой вот карандашик для французского маникюра от серии The One. Это Арифлейм. Белый карандаш. В общем, это выглядит вот так вот он. Беленький. Тоже я его пока не тестировала еще. Этот карандашик. Ну, я вот так грифель потрогала. Он довольно-таки жесткий. Так, это разделители для пальчиков. Тоже для маникюрчика. Для педикюрчика даже, скорее всего. В общем, такие вот разделители. Еще есть вот такой вот аппарат. Тоже для педикюра, для пяточек. В общем, для размягчения, для всего. Но он очень грубый. Прямо как терка. Металлический. Поэтому я им редко пользуюсь, пока лежит здесь. Моя любимая штучка The One от Арифлейм. Маленькое средство смягчающее для кутикулы. Тоже очень нравится. Вкусненько пахнет миндалем. Очень приятный кремчик. Так, тут у меня аксессуары, пилочки. В общем, вот в таком вот футлярчике. Это от Avon я заказывала. И еще положила сюда вовнутрь магнитную лопаточку для магнитного лака. Вот такую полосатенькую. Тоже от Avon я брала. И тут ножничков у меня не хватает. Ножнички у меня лежат в другой косметичке. Я ношу их с собой в дороге. Так, еще вот такой вот маленький кошелечек. Здесь тоже различные пилочки. Это от Арифлейм я заказывала. Такого вот приятного мятного цвета. В общем, тоже здесь всякие аксессуары. Ножнички, пилочки. Все такое. И вот этот есть. Так, вот такая вот тоже штучка. Это тоже от Арифлейм. С пилочками, с ножничками. Вот. Это у меня совсем новенькое. Это я еще не пользовалась лежит. Вот это я уже пользуюсь. Ношу с собой куда-нибудь. А вот это пока новенькое запасико. Дальше у меня лежит вот такая вот баночка маленькая. Покупала я ее в Метро. Жидкость для снятия лака от фирмы Ара. В общем-то я брала целый наборчик. Последняя баночка у меня осталась. Вот. Хорошее средство. Она очень дешевенькая. Но сейчас я взяла себе новую баночку от Фаберлик попробовать. Недавно в распаковке я вам показала. И вот это вот сейчас закончу. И потом ту баночку сюда переложу. Так. Что еще здесь? Вот такой вот лак белый. От The One. Это Арифлейм для французского маникюра. Хороший лак. Мне понравился. И вот такое вот покрытие тоже. Вот Арифлейм The One. Я вам не раз про него уже рассказывала. Дальше у меня в запасе как лежат вот такие вот новогодние пилочки для ногтей. Леденец. Пингвиненочек. Они новогодний дизайн имеют. Уже открытые пилочки эти же. Они очень хорошие. Такие плотные, жесткие. Мне они очень нравятся. И еще вот такие пилочки. Тут для пяточек. Это от Avon. Такая вот лаймовая. И тоже новогодняя. В общем-то пилочки как пилочки. Тут у меня целый ассортимент. Давайте высыпем. В общем, как я сказала, один ватный диск тут остался. Это для обуви летом. В этом году я как-то не носила, потому что я с животиком сейчас хожу. И мне как бы не нужны сандалики всякие, лосоножки. В общем-то вот. Дальше вот такие вот для маникюра. Для французского полосочки. Вот такие вот тоже для французского маникюра. Те от Avon. Эти от Арифлейм. Тут у меня для дизайна ногтей. Леопардовые от Фаберлик. Пока еще не делала. Трафаретики фаберликовские. Вот такие вот переводные наклеечки. Вот такие. И вот такие. Как-то все никак не могу сделать. С ними маникюрчик. Времени нет. И вот такие вот от Арифлейм наклейки. Но эти я уже испробовала. Довольно-таки много я их потратила. Два раза уже делала с ними, кстати, маникюрчик. Они у меня вот там кончились. Где-то. В общем, вот там я брала их сверху. Да. В общем, вот такие вот. И еще, что у меня осталось. Тоже недавняя покупка от Арифлейм. Пилочка красивого цвета со звездочкой. Тут аппарат для маникюра. Делать различные точечки. Красивые рисуночки на ногтях. И еще две вот такие вот пилочки от Арифлейм. Тоже очень хорошие, твердые и плотные. В общем-то, вся моя косметичка пока, которой я пользуюсь. Мне все очень нравится. Все удобно находится под рукой. Здесь еще я буду добавлять какие-то средства, которые буду находить. И, наверное, потом вам как-нибудь отдельно обязательно сниму, что же у меня в итоге получилось. Общая моя косметичка. В общем-то, вот такой вот был обзор. И, надеюсь, он вам оказался полезным. На этом я, наверное, сегодня закончу наш сегодняшний влог. Потому что, как бы, больше сегодня нечего снимать уже. Уже вечер. Пора скоро ложиться спать. Всем желаем хорошего настроения с Викуськой. Всем пока. Увидимся в следующем видео, в новом влоге. До новых встреч на канале. И что мы говорим, Викусь? Пока. Пока. Пока-пока-пока-пока.